Всем привет! Перед началом видео хочу посоветовать вам канал PowerOff, который посвящен компьютерной тематике. На этом канале выходят регулярно видосы, там человек старается вам показать, объяснить, какие сборки можно сделать, какие бюджетные комплектующие подобрать, какая видеокарта сейчас актуальна. Есть тесты, графики, количество FPS. Кто не разбирается в компах, кто хочет себе собрать комп, бюджетно, сбалансировано. Человек специально старается для вас, делает все максимально круто, максимально производительно за минимальные деньги. У него есть на канале такие видосы, как Бомж ПК за 1000 рублей, Лоу Прайс за 4000 рублей, Крейзи ПК всего за 10 тысяч рублей. Также тестирование разных видеокарт, например, старенькая добренькая видеокарта GeForce GTX 770. Как она справляется с современными реалиями, с современных игрушках. Также такие видеокарты популярные, как GeForce GTX 1060, апгрейд ПК с помойки. В общем, темы вообще обширны. Вы по-любому найдете, что там посмотреть. Я уже подписан на канал PowerOff. Заходите, подписывайтесь, и там вы узнаете много нового. Ссылка будет в описании к этому видео. Посмотрите, сколько много видосов. Я жду вас там. Подписывайся на канал PowerOff. Ссылка в описании. Итак, ребята, всем привет. Сегодня ко мне приехал телефон интересный от Xiaomi. Это специальная линейка для игроманов, для геймеров. Называется Black Shark. Black Shark – это специальное подразделение, которое занимается только выпуском игровых смартфонов. У них в год выходят по два, по одному смартфону игровые. Они, как правило, имеют такой своеобразный дизайн. И так называемый игровой дизайн. Вы знаете, сейчас игровой дизайн набирает обороты. Посмотрите, какие-нибудь топовые железки компьютерные. Там все в таком агрессивном стиле, с красными вставками. Что-то мигает, что-то сверкает, да? С подсветкой, да? И здесь тоже такой же своеобразный дизайн, агрессивный, для геймеров, для молодой аудитории. Black Shark означает в переводе «черная акула». Такая линейка, да? И это модель Black Shark 4. Black Shark 4 на процессоре Snapdragon 870. Телефон китайский, китайский. У меня китайская версия. И память 8128. Особо пользуются спросом в Китае, да? Потому что в Китае очень много любителей мобильного гейминга. У нас я редко встречаю, но все-таки бывают в ДНС. Вот продаются Black Shark. Я заходил в магазин, смотрел, они у нас тоже на прилавках стоят, и кто-то их покупает. Так, ну смотрим. Black Shark. Нарисована фирменная акулка. Здесь вот какие-то иероглифы. И в комплектации с телефоном идет, как и с обычными Xiaomi-шками, кейс. Но не обычный, не силиконовый, а вот такой вот пластиковый с вырезами. Вот. Вот это называется игровой дизайн. Вот видите, все вот такие какие-то нестандартные формы. Не просто круглая камера, а какая-то треугольная, какие-то вот нашлепки интересные. То есть вот такое вот что-то необычное. Что такое, знаете, как из будущего. Напоминает какую-то игру, я не знаю. Крайзис или не Крайзис. В общем, вы поняли. Дальше идет сам телефон. Сам телефон запакован в целлофан. Вот как выглядит телефон. Но это еще, можно сказать, такой лайтовый дизайн. Сильно они не стали заморачиваться. Но все равно можно определить, что телефон необычный по этой камере. Посмотрите, какой здесь камера. Какая-то вообще странной формы. По горизонтали обычно делают все по вертикали. Здесь горизонтально расположенные объективы. Три камеры. Сзади, как я понимаю, это стекло с необычной такой вот как бы подложкой внутри. С иксами. Black Shark. И логотип S. Фирменный. Здесь написано Black Shark. У меня телефон в черном цвете. О, рамка здесь сделана из алюминия. Рама. Да, она металлическая. Значит, внизу мы имеем динамик, разъем для зарядки Type-C, разъем для наушников. Справа куча каких-то непонятных кнопок, курков. Это сканер и кнопка. Также здесь есть вот какой-то отверст. Не знаю, какой-то лоток что ли. Что это такое вообще? Интересно мне знать. А, это типа как курки, наверное, да? Типа как на геймпаде. Какие-то курки. Дальше с этой стороны у нас регулировка громкости и лоток под сим-карты. Вверху еще один вырез под динамик, как я понимаю, под стереозвук здесь, потому что камера чуть-чуть выступает над корпусом. И телефон довольно-таки толстенький. Я его сейчас держу в руках, он реально толстенький. Так, здесь расписаны основные характеристики. Это 850 Snapdragon. Есть еще версия Black Shark 4 Pro. И она уже на 888, но он стоит дороже. Здесь есть поддержка 5G. Экран 144 Гц. Это тоже одна из особенностей игровых смартфонов и игровых, например, мониторов. Тоже вы можете купить монитор для компьютера. 144 Гц. В основном берут геймеры такую герцовку, потому что она позволяет в игры очень плавно играть. Там всякие Counter-Strike. Чем выше герц, тем плавнее картинка, тем лучше играется. Можно заметить соперника. Ну, короче, там геймеры профессиональные могут это все объяснить. Зачем им высокая герцовка? Для игр это хорошо. Диагональ 6,67. Такая же, как у Redmi Note 9 Pro, Note 10 Pro, Poco X3 NFC, Poco X3 Pro. То есть, так стандартная уже для Xiaomi диагональ. И, что самое главное, 120 Вт зарядка быстрая. Это самая быстрая зарядка, которая когда-либо мне встречалась. 120 Вт. В обычных телефонах Xiaomi там идет 33-х ваттная зарядка. Где-то еще меньше, там 20-х чем-то ватт. Здесь 120. Это просто безумно мощная зарядка. Аккумулятор 4500. Также есть, как и у Poco X3 Pro, есть фирменные наклейки, чтобы вы могли их куда-нибудь приклеить себе. Black Shark, логотип и Black Shark с акулой. Прикольные наклейки. Они еще отсвечивают так. Приятно, приятно такой комплект иметь. Вот она, быстрая зарядка. 120 Вт. Она супертяжелая, суперогромная. Знаете, как какой-то маленький камень. Очень большая, китайская. Нужен переходник, потому что это версия китайская. Поэтому и зарядка здесь китайская. 120 Вт. Здесь мы видим 20 В, 6 А. В итоге 120 В. Это просто капец. Это как быстро. Сколько он будет заряжаться? Меньше часа, скорее всего, с такой мощной зарядкой от 0 до 100. И, конечно же, здесь есть специальный кабель USB Type-C, усиленный. Смотрите, какой толстый. Способный, который выдерживает такую высокую мощность зарядки. То есть, это тоже необычный кабель. И не каждый кабель USB Type-C потянет такую зарядку. То есть, надо пользоваться именно оригинальным. Чтобы ничего не сгорело, не перегорело. Ну, там по-любому в каких-то послабже стоит защита наверняка. Там ничего не перегорит. Но все равно максимально он не раскроет эту зарядку. Обычный какой-нибудь кабель. Так что, вот такая вот комплектация. Вполне себе неплохая. На экране наклеена защитная пленка. В лучших традициях Xiaomi. То есть, экран уже защищен. Ну что ж, включаем телефон. Чтобы его включить, нужно зажать кнопку, которая находится справа. Сейчас мы, кстати, еще чекнем, какой здесь сим-лоток. Что для геймеров приготовили? Какой сим-лоток? Так, открываем сим-лоток. Можно ли сюда установить все и сразу? Фирменный логотип Black Shark. Такая вот анимация. Две сим-карты. Только две сим-карты можно поставить. Флешка сюда не встанет, не поддерживается. Опа! Ну вот, ну вот и все. Мы попали в MIUI. Это обычный MIUI, да? Обычный MIUI, но поверх MIUI есть специальный такой как бы лаунчер. Специальная оболочка визуальная, которая отличает обычную MIUI от Black Shark. То есть здесь свои значки. Значки перерисованы, значки квадратные. В таком, ну, более, что ли, геймерском стиле, можно так сказать. Но шторка, ну, шторка немножко изменены цвета вот этой шторки, да, зеленые. Обычно они, по-моему, синие у Xiaomi. Также, если мы зайдем в настройки, то мы здесь увидим тоже немножко переработанные настройки. То есть изменены сами значки, но в целом все осталось примерно так же, как и на обычных Xiaomi. Здесь сейчас стоит MIUI, получается, 12.5. Называется она Joe, Joe UI, Joe UI какая-то. Но базируется, как я понимаю, именно на MIUI. Но называется Joe UI. Все так же, как у MIUI. Такой же функционал, все такое же. Android 11. То есть это такая, знаете, MIUI, немножко прокачанная, чуть-чуть. Похоже, кстати, по тому, что здесь есть меню приложений на Pocophone. Также сортируется приложение по таким типа папкам, да, по своей специализации. Камера. Камера выглядит как стандартный MIUI. Здесь абсолютно ничего не изменили. Какие-нибудь встроенные приложения, например, часы, тоже стандартный MIUI. Погода. Тоже стандартная MIUI-шная. Стандартная MIUI-шная. Безопасность. Приложение тоже стандартное, как на всех телефонах Xiaomi. Что еще? Календарь. Ну, это Google календарь. Очистка есть. Фирменное приложение. Ну, короче, это просто стандартная MIUI-ка. И галерея такая же, как у MIUI. Звонилка здесь гугловская, не старая. Многие сейчас таскуют по старой MIUI-звонилке, где можно было записывать вызовы. Сейчас вот на всех телефонах Xiaomi идет стандартная гугловская звонилка. Многим она не нравится, кстати, почему-то. Вот. Собственно, вот такая, вот так вот выглядит телефон. Он тяжелый. Когда ты его держишь в руке, он реально тяжелый. По рамкам. Рамка не очень большая. И вообще он напоминает, вот если так посмотреть, он реально спереди напоминает тот же Redmi Note 10 Pro. Такая же маленькая дырка вверху под фронтальную камеру. Такая же небольшая рамка внизу. И диагональ совпадает. В настройках экрана, вот я сейчас захожу, экран, да. Здесь можно выбрать темный режим, светлый режим. И, конечно, есть частота обновления. Есть стандартная. Это у нас 60 Гц. Почему-то не переведено вот здесь. Почему, я не знаю. Не до конца перевели. Стандартная это 60 Гц. Ультра-хай. Это 90 Гц. И есть Ultimate. То есть самая высокая. 144 Гц. И, конечно, 144 Гц это предельно плавно. Это супер круто. Это супер приятно для глаз. Но при таком режиме, при такой высокой герцовке, аккумулятор будет садиться, естественно, быстрее. То есть, если вы, допустим, играете, можно включать этот режим. Но если вы не играете, если вы что-то читаете или просто смотрите YouTube, там нет смысла особо включать. 144 Гц. Потому что на YouTube видосы в 60 FPS. То есть там, по сути, особо нет смысла. Вы просто будете попусту тратить батарею. В некоторых приложениях высокая частота просто не нужна. Не нужна. Поэтому можно переключаться на стандарт. Многие компании как делают? Например, как Samsung делает? Она делает автоматическую изменение частоты, обновление экрана. Чтобы вы каждый раз не переключали. В каких-то приложениях он активирует высокую частоту. В каких-то, когда не надо, он активирует низкую частоту. Но здесь такого нет. Здесь придется все регулировать вручную. Ну ладно. Есть также устранение мерцания. Так как здесь AMOLED-экран, здесь есть небольшой шим. Наблюдается шим. Вот видно сейчас, да, как ребит экран. Если я выключу его, все. Так эта проблема решена. Это очень хорошо. Потому что глаза не будут сильно уставать, если вы включите устранение мерцания. Я не понимаю, если честно, почему это сразу не идет по умолчанию? Почему сразу не делать экраны с устранением мерцания автоматом? Зачем делать с этим мерцанием? Почему не активировать этот режим по умолчанию на всех телефонах? Ну вот почему-то не делают, не знаю. Все. Это мы включили устранение мерцания. Поставили, значит, высокую частоту обновления. Яркость я поставил максимальную. Экран немножко отдает в теплые тона. Вот мне кажется, что немножко он настроен так, что как будто чуть-чуть в теплые отдает. В какие-то немножко желтоватые тона. Такое чувство, что вот на Redmi Note 10 Pro экран был более белым. Здесь более холодно-белым. Здесь немножко желтоватый. Но можно выбрать, вот-вот-вот, смотрите, у меня стоит Saturated. Всегда увеличивать насыщенность. А если Auto, экран становится более холодным, более таким белым. Поэтому я, наверное, оставлю на Auto. Мне вот на Auto больше нравится. Да, на цветопередаче мне на Auto нравится больше. Что значит вот эти вот переключатели интересные? Я на него нажимаю, у меня появляется какая-то такая вот штучка, с помощью которой я, видимо, могу записать экран, включить вспышку. То есть это какие-то такие кнопки специальные, с помощью которых можно активировать быстро какой-то режим. То же самое и здесь. Нижняя кнопка, но активирует уже другой режим. Хотя нет, все то же самое. То есть почему-то еще не до конца переведена. Я понимаю, что, наверное, в России не особо пользуются спросом Black Shark, поэтому здесь перевод не сделали на 100%. Видите, здесь все по-английски. Хотя у меня система в настройках стоит на русском языке. То есть вот такая вот есть небольшая проблема, так как телефон не такой распространенный. Здесь вот регион России, язык тоже у меня стоит Россия, но перевод не полностью. Давайте заценим сейчас фирменные обои. Мне стало интересно, какие на этом телефоне есть фирменные обои. Вот, смотрите, да, действительно, у него прям все обои, все уникальные, все эксклюзивные. Таких обоев я на обычных Xiaomi не встречал. Это все обои связаны вот с какой-то такой игровой тематикой. Такие вот какие-то геометрические фигуры, яркие цвета, акулки. Прикольно смотрится, мне нравится. Давайте поставим вот такую вот изумрудную обоину с акулой. Смотрите, как красиво смотрится сейчас. Да, вообще прикольно. Итак, пройдемся по характеристикам. Заходим сперва в систему. Видим, что у нас здесь 8 гигабайт. Телефон называется Kona или Penrose. Или Penrose или Kona. Так, заходим еще раз. О, да, началось. Началось. Баги, небольшие баги. Небольшие баги. MIUI. Вылетает приложение. Ой, опять вылетает. Ну что ты будешь делать? Смотрите. Никак не хочет открываться. Ну, такое бывает иногда. Ну-ка. Центральный процессор. Snapdragon 865 пишет. Но это нормально, потому что 870 везде сейчас определяется как 865. Потому что это два очень похожих процессора. 7 нанометров. Высокая частота около 3200 МГц. И как я понимаю, здесь должно еще стоять мощное охлаждение. Телефон толстый. Аккумулятор не самый большой. 4500. Помните, да? Но толщина большая. Наверняка там хорошее охлаждение предусмотрено. Чтоб телефон не тротлил. Чтоб производительность не падала. Видеоускоритель Adreno 650. Разрешение 2400 на 1080 пикселей. То есть характеристики вполне себе неплохие. По характеристикам этот телефон напоминает мне Poco F3 5G. Точно такое же железо установлено там. Такой же процессор, видеоускоритель. Память такая же. Ну, там минимальная память только 6128. Здесь уже 8 гигов оперативки. То есть, ну, здесь тоже все нормально по производительности. Сейчас у меня скачивается обновление. Это Joy UI. Версия какая? Непонятно какая. И обновление здесь просто какое-то супер большое. 2 гигабайта 865 мегабайт. Вы просто вдумайтесь. Почти 3 гигабайта обновления. Это что там можно было засунуть в это обновление? Аж целых 3 гигабайта. Представляете, сколько это сейчас будет скачиваться у меня? Сколько это будет сейчас устанавливаться? Такие большие обновления я вижу в первый раз. Так, ну вот, телефон и обновился. Как его разблокировать? Да очень просто. За это отвечает кнопка разблокировки со встроенным сканером. Просто прикладываем пальчик и телефон моментально быстро разблокируется. Смотрите, я его только прикасаюсь, и ему хватает этой доли секунды, чтобы распознать мой отпечаток. Также можно разблокировать телефон по своему лицу. Как это происходит? Также раз и нет. Первый раз не получилось. Ну-ка, второй тоже не получилось. У меня какие-то траблы возникли с лицом. Когда я сюда заносил свое лицо, он как-то долго не мог его зарегистрировать. Потом быстро зарегистрировал. И в итоге, а, не включено, не включено, да, разблокировка лицом. Ну-ка. Во, все. Все, теперь все работает. Просто не было поставлено галочка. Ну а что у нас теперь, дорогие товарищи? Конечно же, тест Antutu. Как же можно не проверить игровой смартфон в Antutu бенчмарке? Ну сколько? Обычно 870, неплохо так набирает, больше 500 тысяч баллов. Ну и сейчас посмотрим, на что способен Black Shark 4, игровой смартфон. Видите, что Antutu бенчмарк график тест не лагает. Ну вот здесь чуть-чуть есть и большие такие подлагивания. Но это очень тяжелый тест. Это уже девятая версия Antutu. Здесь очень такой нагруженный тест. Короче, посмотрим. Итак, результат готов. И что же у нас здесь? 615 тысяч баллов. Телефон нагрелся до 40 градусов. 40,9. На 5% упал аккумулятор. И на самом деле, да, так чувствуется. Тепленький телефончик. Ну, 615 тысяч, этого достаточно. Я могу сказать, что это больше, чем у большинства современных смартфонов. Очень хорошая производительность у данного телефона. Также можно его еще сейчас протестировать по скорости памяти в тесте AndroBench. Посмотреть, насколько быстрая здесь память установлена. Давайте сейчас это сделаем. Так. Ну видно, да, что очень быстро проходит он тест. Видно, что память очень быстрая. Я думаю, больше тысячи будет мегабайт в секунду на чтение. Так, я сейчас... Сейчас он уже закончил. Да, все. Да, больше тысячи. Самый современный UFS 3.1. 1668 на чтение, на запись 768. Очень быстрая память. Ну, а теперь проверим, как он справляется с троттлингом. Тест на 15 минут. О, ребята, 15 минут прошло. Вот это да! Вот это красота! Троттлинга вообще нет. То есть он постоянно работает на максимуме своей производительности. Правда, он не слабо так нагрелся. Особенно вот эта металлическая рамка. Когда ты берешь телефон в руку, прям она горячая. Прям очень горячая. Но зато производительность не падает. Это очень круто. Смотрите, для чего нужны эти штучки. Они вытаскивают курки. Раз. Видите, он вытащился. И на эти курки можно нажимать. Это как кнопки физические. И тут с этой стороны то же самое. На них можно настроить какую-нибудь стрельбу, например. Чтобы вот так вот. Раз, раз, раз. А еще здесь есть специальный такой режим. Мы делаем свайп из уголка. И здесь мы можем посмотреть, насколько у нас загружена производительность. Сколько он сейчас выдает. Сколько FPS. С какой скоростью. Тут VIG в LAN. То есть слабая скорость интернета. Здесь можно очистить оперативную память. То есть это все тоже для игр сделано. Вот я запустил PUBG на максимальных настройках графики. Сейчас посмотрим, как он идет. Ну, еще пока не высадился. Ну, как я понимаю, для PUBG эти курки, они не нужны. Ну, может быть, когда оружие возьму, проверю. Вот, все. Летим мы, значит, в PUBG. Ну, что сказать. Экран большой. Дырка по центру. Да, конечно, было бы удачнее, если бы она была где-нибудь внизу. Ну, дырку заметно. Дырку заметно предлагают нам присоединиться к полету. А куда мы летим? Давайте вот сюда. В починке, да? Вот сейчас активно показывает 30 FPS примерно. 29-30 FPS. Телефон показывает. При этом он загружен всего на 40% в этой игре. То есть у него еще остается 60%, грубо говоря. Так, что, летим? Летим куда-то. Куда летим? Давайте вот туда полетим. Нам надо лететь в починке. Я отменю нафиг, потому что он летит куда-то не туда. Ай, ладно, давайте вот сюда сейчас приземлимся. Тут какое-то... Какие-то здания есть. Что там по FPS? Очень удобно, что можно FPS посмотреть таким способом. Раз. 29. Ну, короче, да. Здесь, видимо, стоит лок на 30 FPS. Вот. Приземляемся сюда. Домики. Побежали лутаться. И, кстати, да, стереозвук. Динамик внизу, вверху. Звук очень громкий. Так, аптечка. Взяли аптечку. Сейчас надо еще взять какое-нибудь оружие. Может быть, здесь есть что? Нет, здесь какой-то обоймы. О, еще один чувачок. Это наш. Замахнулся на меня. Ну, вообще ничего не лагает. Соответственно, 870-й полутоп. Прошлогодний топ. Все тащит. Взяли ружьишко. И кто-то сюда еще зашел. Я слышал сейчас. А, вот это мой товарищ. Рюкзак, аптечка. Какая у меня пышная шевелюра. Такое чувство, что это на мне надета каска. На самом деле, это просто волосы. Так, уже кто-то стреляет. А, вот он. Быстрее перезаряжайся. Он же сейчас уползет. Вот и все. Еще началась одна война. Так, где-где? Ах ты гад. Вот так вот. Ну, что искать. Игровой смартфон. Круто играть. Удобно. FPS плавный, ровный. Производительность не падает. Троттлинга нет. Самое оно. А, давайте проверим курки. Можно ли на курках? Нет. Это, видимо, надо в настройках где-то настраивать, чтобы курки задействовать. Сейчас курки не работают в этой игре. Итак, ну а что по камерам? Вообще, в таких игровых смартфонах камерам уделяют не самое первое место. Да, их по остаточному принципу уже там выбирают. Здесь основная камера на 48 мегапикселей с апертурой f1.8. Широкоугольная камера на 8 мегапикселей и 5 мегапикселей макрообъектив. То есть здесь нет четвертого бесполезного объектива для портретов, который есть у многих доступных бюджетных телефонов. Фронталка на 20 мегапикселей. Давайте сейчас проверим. Ну, приложение камеры выглядит стандартно. Есть ночной режим, 48 мегапикселей, замедленная съемка, портретная съемка как с задней, так и с фронтальной камеры. Также есть запись видео, кстати, в 4К 60 FPS. А вот Poco F3, имея такой же процессор, не умеет записывать 4К 60 FPS. А этот телефон умеет. Дальше есть режим профи. Ну, давайте попробуем что-нибудь сфотать. Это фронталка, 20-мегапиксельная. Я думаю, что здесь фронталка от Redmi Note 10 Pro. Да, примерно... О, нет, кстати, хорошего качества. Неплохого качества фронталка. Смотрите, все видно, все детализировано. Очень неплохо даже фотографируют. Майку можно посмотреть, текстуру майки. Видно каждую строчечку, каждую ниточку. Ну и теперь задняя камера. Задняя камера на 48 мегапикселей. Не самая, конечно, детализированная типа. Есть уже и на 108, и на 64 есть. Так. Кстати, Watermark. По умолчанию включена Watermark Black Shark 4. Ну и вот как фотоет у нас основная камера 48 мегапикселей. Да, уже при максимальном приближении уже текст не особо читаем. Уже начинает он немножко так плыть. Немножко так плыть, размазываться. Давайте сейчас сделаем 48 мегапикселей портрет. То есть я сам себя сфотографирую. Так, смотрим, что у нас получилось. Так, и вот такая вот фотография. Ну да, вот здесь уже, конечно, получше. Видно все детали. Все какие-то мелкие шероховатости на коже. Вот это уже реально получше. Дальше. Ширик. А, еще какой максимальный здесь зум? Здесь нет оптического зума. Здесь зум только цифровой. И всего лишь 5х. Хотя у многих других Xiaomi-шек 10х. То есть серьезно сильно зазумить на этом телефоне у вас не получится. Ну и вот такой вот ширик. 8 мегапикселей. Сверхширокий угол. Но в нем, при нем, конечно, уже детализация еще сильнее теряется. Потому что 8 мегапикселей это не 48. То есть по камере я могу сказать, что... Фронталка, кстати. Фронталка снимает только 30 FPS. По камере могу сказать, что камера такая же, как у ноутов. То есть это не флагманская камера. Это просто камера с обычного Redmi Note. Довольно бюджетная. Но для игроманов, для геймеров пойдет. Камера... Ну, не для самых крутых инстаграм-блогеров. Понятное дело, да. Но все равно камера вполне себе неплохая. Итак, проверка звука. Здесь у нас стерео. Динамик внизу, динамик вверху. Симметричные вырезы. Смотрите, 3 здесь и 3 здесь. То есть вот. Даже когда пальцы сюда подставляешь, чувствуется вибрация. То есть звук отсюда идет. Это реальный эффект стерео. Звук не самый громкий, конечно. Но качественный зато. И хорошо, что они находятся вверху, а не вот здесь. Иначе бы вы когда держали, вы бы перекрывали динамики. Можно, конечно, перевернуть так. Но в основном все играют так, чтобы вот эта камера, она была слева, а не справа. Вот. Ну да, ребят, звук, конечно, не самый громкий. Не самый громкий. Я думал, что будет немножко погромче все-таки у этого телефона. Но все-таки он качественный. Производитель заверяет. Представляете, что телефон способен с помощью вот этого быстрого зарядника зарядиться за, внимание, 17 минут. От нуля до сотки за 17 минут. Конечно, нужно использовать переходник на европейские вилки. У меня он есть. Сейчас у нас 43% заряда. Ну и вот, ребят, вот так вот выглядит моя зарядка в собранном виде. Конечно, она очень тяжелая. Давайте сейчас попробуем поставить телефон хотя бы на 10 минут. Итак, вот я подключил. Значит, сейчас у нас 1.38 и 44%. Значит, в 1.48 я проверю, сколько будет процентов. Как бы у меня тут ничего не сгорело, я боюсь, потому что через переходник использую. Такая высокая мощность. Короче, сколько там было процентов? 40, 44, да? 44 в 1.38. Итак, ну что ж, 10 минут прошло. Сейчас время 48. И на сколько у нас? О, 88%! За 10 минут получается сколько? Сейчас посчитаю, сколько, на сколько зарядился. Короче, получилось с 44 до 88. 44% за 10 минут зарядки. Конечно, да, телефон немножко горяченький из-за такой мощной зарядки. Сам зарядный блок теплый. Еле-еле теплый. Не горячий, теплый. То есть вот так вот быстро реально он заряжается. 120 ватт. Это просто капец какая-то мощная зарядка. Итак, в общем, дорогие друзья, что я могу сказать по этому телефону? Мне безумно было приятно этот телефон протестировать, потому что у меня до этого не было Black Shark'ов. Это Black Shark 4, уже четвертое поколение. Уже несколько лет они их выпускают. И я думаю, в дальнейшем будут выпускать. Потому что внутри Китая, я знаю, они пользуются огромным спросом. Многие люди играют в мобильные игры. Китайцы очень азартны, да? Они очень такие как бы вникают во все игры. Вы знаете, что китайцы, да, лучше всех играют почти во все онлайн-игры. И, короче, ну, прикольный телефон, конечно, но чисто с упором на игры. Конечно, люди покупают сейчас смартфон не для того только, чтобы играть, да? Ну, многие еще покупают для камеры, для того, чтобы он долго держал аккумулятор. Здесь, конечно, тоже все характеристики неплохие. И сколько, самое главное, стоит этот смартфон сейчас? Итак, а продается он сейчас за 34 тысячи рублей. Это в стандартной комплектации. Есть несколько цветов. Это black черный, это grey серый. И это получается еще один black, но только в другой памяти. С памятью 6128. Он чуть подешевле, он 34. Если брать 8128, он уже будет около 39 тысяч стоить. То есть вот за игровой смартфон около 40 кета нужно будет отдать. Ссылка, конечно же, будет в описании. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Это был обзор Black Shark 4-го поколения китайской версии, перепрошитой, кстати, на глобальную прошивку. Если вы будете брать с Алиэкспресса такой телефон, то вам его продавец перепрошьет с китайской прошивки, чтобы там не было китайского языка, китайских приложений, на глобальную прошивку с Play Market, с русским языком, как у меня. Но будьте готовы, что есть все-таки мелкие части в этом телефоне, которые не переведены на русский язык. Вот, например, одна из них. Но все равно перевод примерно 90% русскоязычный. Остальные там 10% остались на английском языке. Вот такой вот телефон, игровой смартфон. Всем удачи и всем пока-пока.